КОНЕЦ Ну, там еще нужно между строк добавить, что он опять-таки, как я понимаю, указал для всех дальнейшую невозможность финансирования военной составляющей Украины. Я так понимаю, что он точно знает, что это условие не будет выполнено и опять все повторится, но не столь важно. Он сказал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а также вывести войска со всех территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Вопросов возникает много, начиная от того, что он понимает вообще, что условия невыполнимы, и уже давайте от этого будем отталкиваться. Если понимает, то зачем он это говорит? Я просто несколько деталей добавлю расшифровывающих к тому, что вы сказали. Он говорит не просто о выводе войск с каких-то территорий, а именно до административных границ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. То есть, даже та часть Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем официального Киева, частью отвоеванная, как это в случае с Херсонской областью правым берегом, частично меньшей части в Запорожской области, где непонятная ситуация, плавающая линия фронта в районе Работино, он предлагает полностью всю Запорожскую область, полностью Херсонскую, полностью Донецкую, вот я недавно везде там был, за две поездки в этом году, и вывезти оттуда войска. Нет, это уже даже не геополитические реалии, как они говорили, помните? Да, конечно. Геополитические реалии, это, говорил, на земле. Вот то, что мы занимаем, вот с этого старта мы уже не обсуждаем, это наше. Нет, он увеличил требования, увеличил требования, вот это важно подчеркнуть, потому что все как-то начали обсуждать, ну да, как бы это вот тот же план, нет, это не тот же план, вообще не тот же план. То есть, он говорит, не просто уже только от ДНР и ЛНР так называемых, которые там в границах Луганской и Донецкой областей, ну это они раньше как-то так артикулировали, а вот то, что якобы вся Запорожская область и вся Херсонская область должны быть освобождены, как предварительное условие, это второй момент. То есть, переговоры начинаются не сейчас, а вот когда организованные части ВСУ соединения, как он говорит, выйдут с территории Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, только тогда начнутся переговоры об окончательном урегулировании, а не о, соответственно, перемирии или чём-то подобном. Только в этом случае можно говорить по его словам, по его мнению, как он предлагает, как он заявляет о начале переговоров, которые должны вести к тому, что должны быть даны гарантии о том, что Украина никогда не вступит в НАТО, в неблоковый статус, действительно, так сказать, она будет демилитаризована. И ещё один важный момент, вот тоже важно подчеркнуть. И, конечно, говорит, все санкции должны быть отменены. Ну, конечно, все санкции должны быть отменены. То есть, вот эти 7 тысяч санкций, которые введены, вот за это, за всё, вот это называется, знаете, как Березовский в своё время говорил, дайте денег и чего-нибудь ещё, сами придумайте, что ещё мне дать. Ну, а то у меня голова вообще не работает, вы придумайте, помимо денег, дайте ещё чего-нибудь. Ну, сами вы же соображаете. То есть, это не те же требования, это увеличенные требования, не говоря уже о хронологии. Что в качестве предварительных условий выставляется прекращение боевых действий и отвода украинских войск. Именно отвод украинских войск, понимаете? Да. Со своих же территорий. Я просто, важно подчеркнуть все эти детали, почему всё это неприемлемо. Там есть ещё один аспект, третий аспект. Он говорит, а с кем разговаривать? Зеленский, это нелегитимный. Нелегитимный, говорит, Зеленский. Вот для чего вот это ЦИПСО запускалось с тем, что вот не прошли выборы, вот это вот весь набор после 20 мая, Зеленский не имеет права и так далее. Вот он теперь прессово купил. А мы, говорит, как бы вот Рада имеет право с нами уступить. Мы прямо немедленно готовы, хоть завтра, говорит, сесть за полу переговора. Разумеется, конечно, это всё проброс в сторону будущей швейцарского этого саммита, который уже скоро открывается по формуле Мира Зеленского. Но он его прокомментировал на этом совещании МИДа, на встрече МИДа с ним и так далее. Всё понятно, что это всё уловка, как он сказал, ещё там какая-то. Ну, это всё время то надули у него, то вздули его. Вот. У него в этой парадигме всё выдержано. Да. Но что важно. Да, он вбрасывает именно это для того, чтобы смешать как бы карты. Вот без нас что-то там решают. Вот Зеленский пытается вот этими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности. Их тоже как бы надо терять. Пытается там типа то ли отвести глаза, то ли ещё что-то повлиять и так далее. А вот наша твёрдая позиция другой не будет. Ну, вот как бы ультиматум. В форме ультиматума предлагается и швейцарскому форуму саммиту, и союзнику Украины самому официальному Киеву вот это всё просто принять. Дядя принять. Просто. Без всего. Уместный вопрос. Что взамен? Что взамен этого всего? Ответ. Ничего. Ничего. Вот он говорит об окончательном решении. Какой конченый поверит, что это окончательное решение, и что завтра они не доедят остальную центральную Украину, западную, ну и так далее. Абсолютно. Что взамен? Я вам, говорит, обещаю, что мы дальше не пойдём, что ли? Всё. А что ещё? Что взамен? Взамен ничего. Я понимаю, что серьёзно никто это не будет обсуждать. Ни на Западе, ни в Украине, ни в Швейцарии и так далее. Для чего тогда он это делает? Я думаю, что есть вторая причина. Помимо того, чтобы вкинуть это в канун швейцарского форума, он передаёт этот сигнал Вашингтону. Он Вашингтону передаёт. По-видимому, Вашингтон что-то такое предлагал. Давайте я сделаю такое допущение, что, скорее всего, Вашингтон предлагал, давай действительно мирно разойдёмся. Ну, вот ты те территории занимаешь, я допускаю, что это не так, но вот моя реконструкция. А вот остальные 80% уходят и уходят навсегда. И в НАТО, и в милитаризации с оружием, с базами НАТО, со всем добром. А ты оставляешь себе 20% территории. Ну, которые занимаешься, что уж теперь делать, кровопролитие прекращается. Ну, как бы вариант Северной и Южной Кореи, только с расчётом на то, что, ну, как бы, никто, конечно, признавать это не будет. Ну, ты занимаешься, ты забирай. Он же настаивает, как предусловно, что это даже не обсуждается. Это уже российские территории. Не только те, что заняты, оккупированы, но и те, которые ещё не оккупированы, не заняты. Вот эти кусочки Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые ему ещё надо отдать. И вот он ответил это Вашингтону, что нет. Вот будет вот так. Я предлагаю так, моё мнение такое, другого больше нет и никогда не будет. И опять же, вот смотри, причём он указывает, это они должны зафиксировать, он и к ним обращается, к Западу, к Украине, в соответствии с международными обязательствами соглашения. То есть, он хочет юридически, чтобы признали эту оккупацию и вот эту ещё недооккупацию, потому что они недооккупировали то, что он требует освободить части высового соединения территории Украины, зафиксировать это в соответствии с международным правом. На себя-то он вообще, к международному праву вообще никакого отношения не имеет, это торпедирование его самых основ, вот подобного рода ультиматумы. Это просто вот разрушение всей системы безопасности как таковой. То есть, я буду воевать, пока я не получу всё, что захочу. Ну, просто обоснований же никакого. А какое обоснование? У нас там, говорит, какие-то референдумы прошли. Ну, вот мы видели их референдумы и так далее. Я думаю, что это адресация Вашингтону на все попытки Вашингтона. А Вашингтону очень хотел договориться. Вашингтону очень хотел переговоров. Причину этого много, потому что политические выборы. Байден должен зафиксировать результат, который там с февраля 2022 года не зря, мол, типа Америка помогала, мы хоть что-то добились. Вот, смотрите, кончилась переговора. Да, кусочки территории потеряли, но Украина суверенитет сохранила. Это и ему ответ, это и политическому эстеблишменту, который вроде как реалполитик склонялся к каким-то вариантам договорённости. Да и Трампу отчасти ответ. А что, это разве не ответ Трампу? Трамп же тоже говорил, я с ним сяду, я договорюсь. Ну, потом он менял, он чуть-чуть корректировал позицию, план по Украине. Как вы с ним договоритесь? Вот мне просто интересно, а вы как с ним собираетесь договориться? Вот он что хочет. А вы как собираетесь договариваться с ним? Ну, хочется понять просто, сказать, о чём здесь договариваться-то. Некоторые, знаете, меня там и клюют тоже, как эксперта, как человека. Ну, вот такого, я представляю часть ястребов таких, которые не какие-то договорённости. Война, штык в пузо. Что, мол, вот надо миром. Вот у нас яблоко есть объединение, которое в России, ну, понятно, оно зависит от Кремля, от чекистов, потому что вдруг посадят. Они говорят, вот неважно, на любых условиях, вот лишь бы прекратить кровопролитие. Красиво звучит, да. Лишь бы, вот давайте вот остановим, вот что есть, вот люди перестанут умирать. Ну, с точки зрения либерально-гуманитарное, оно такое как бы выглядит ничего. То есть, вроде как люди не хотят, чтобы другие люди умирали. Ну, разве неблагородно? Вполне себе. Но это обман. Это обман. И вот то, что предлагает Путин, это не переговоры, это обман. Это капитуляция, это фактическое уничтожение Украины, это продолжение войны, что очень важно понять. Что Путин ничего окончательно завершать не собирается. Вообще. Не в этом предложении, не в последующего действия, если бы оно даже было принято. Нет ни грамма компромисса. Повторяю, ничего взамен, просто воздух. А мы тогда не будем наступать на Киев. Ну, наступи на Киев, дойди до этого самого Киева. Последний аспект, который я вижу, все-таки его взбодрили подписанные 13-го числа на саммите «семерки» соглашение между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности. Десятилетний договор, который, да, еще должен быть ратифицирован, тут еще выбор, неизвестно, с чем он прикончится, но неважно. Видимо, они что-то понимают или что-то знают. Что даже мы не до конца понимаем, чем чревато подписание такого документа. Видимо, они что-то такое понимают. Что они понимают? Возможно, они понимают, что действительно серьезно обсуждаются. У них наверняка информация доходит. Вопрос обеспечения бесполетной зоны над всей территорией Украины западными странами теми, которые заключили договоры о гарантиях безопасности. И США в том числе, и Франция, и все другие должны обеспечить Украине гражданскому населению, военным. Не важно, на территорию Украины, где не идет война, ну, линии фронта, где нет формально, чтобы туда не падали ракеты, кабы, бомбы, снаряды, ну, дроны и все остальное. Что они в силах, в общем, пусть не на 100%, но на 95, там, не знаю, обеспечить. То есть, это суда военные, то есть, специальные, которые будут сбивать эти ракеты, сбивать эти истребители, там, и так далее. Сбивать эти кабы, все остальное. Это накрытие этим зонтиком систем ПВО, там, и противоракетных систем всей территории Украины. То есть, не только, там, ее отдельных кусков, Киев, там, другие крупные населенные пункты. И, похоже, они об этом знают, что это обсуждается и с высокой степенью вероятности до конца года, скорее всего, такое решение может быть принято. Будем осторожны в оценках. И, возможно, Москва уже об этом знает. Что, конечно, существенно снижает ее возможности, военный потенциал, воздействие на Украину, на ее население, ну, уничтожение инфраструктуры вот этой критической, которая на 70-80%, как заявляет официальная власть, действительно разрушена в Украине, потому что они били специально по всем этим теплообеспечивающим, другим, там, системам и так далее, для того, чтобы, ну, заморозить людей, там, решить электричество, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Видимо, Москва что-то знает, отсюда и вот этот резкий, рисковатый, однозначный тон. Я по-другому это объяснить не могу, потому что ничего не предвещало выдачи вот такого плана с его такой, как бы, прогрессией отрицательной, в том смысле, что они требуют теперь больше в виде предварительных условий. Продолжение следует...